здрасте друзья добро пожаловать ко мне на канал в этом ролике мы с вами поговорим о новой лучевой винтовки называется она роковое чучело где же плюс у этой лучевой винтовки что интересному этой лучевой винтовки и вообще как она себя ведет в пвп например или в пве ну давайте начнем с того как же получить эту лучевую винтовку изначально идете в призма образователь тут берете квест после этого отправляетесь играйте где-то 34 игры в гамбит после этого вам надо прилететь на четыре планеты и собрать свет напомню что на меркурий вы собираете 5 света просто вот так вызывайте призрака и у вас подсвечивается где этот свет находится то же самое делаете на марсе то же самое делаете на титане то же самое делаете на ее на ее 10 всего света на остальных планетах по 5 этого света в итоге 25 света помимо этого вам надо убить 15 марионеток саватун это самая душная и геморройная часть квеста я это делал на ее локация называется в разломе и бегал по кругу периодически появляются либо угр либо рыцари убиваете их рядом с ним появляется марионетку убиваете его вас засчитывается и так делайте 15 раз также вы можете это сделать в открытом мероприятии на ее или на титане но всего вам придется закрыть где-то 15 раз от этого просто блевать потянет и последняя часть квеста я ее делал через три гамбита то есть отыграл три гамбита и добил судом нам посоветую идите лучше в суд сразу берете какой-нибудь акулу молот и вперед там надо убивать пустотные энергии а также множественные прицельные убийства пулемет вам в этом идеально поможет далее вы отправляетесь призма образователю и сдаете как темную инграмму тем самым получаете себе чучело на все про все у вас уйдет где-то три с половиной четыре часа еще раз говорю квест достаточно душный теперь по поводу пвп берете убиваете противника подбираете с него сферку и можете атаковать ей ближней атакой 150 урон наносится если вы атакуете тяжелой атакой то есть правой кнопкой мыши вы сразу убиваете своего противника что стоит отметить по урону самой лучевой винтовки 13 в тело 17 в голову изначально вам дается 50 патронов что стоит отметить еще я вчера когда играл уже уставший очень сильно в пвп например со сферкой добежать не всегда было возможно вас может забрать спокойно тот же самый дробовик или просто какой-нибудь автомат дальность стрельбы у нее 20 метров честно говоря я лучше возьму волнолом чем чучело в пвп это на мой взгляд фановое оружие и не более того что теперь касается пв и все то же самое убиваете противника подбираете сферку после этого этой сферкой можете атаковать либо левой атакой либо тяжелой атакой тяжелая атака идет по площади соответственно проще всего зачищать какой-нибудь трэш да хотя для трэша есть масса видов другого оружия что стоит еще заметить вообще неплохая такого идет у лучевой винтовки по сильным противникам да но не по боссам понятное дело по сильным противникам также тяжелая атака неплохо выкашивает тяжелых противников имеется да уже через сферку если я правильно помню с трех тяжелых сферок имеется до 3 с тяжелых атак у нас отъезжает и наш любимый тестовый огар стоит отметить что магазин тут начинается от 94 патронов что касается кстати катализатора как вы видите у меня уже 46 процентов это я пока записывал ролик то есть побегал на эскалационном протоколе уничтожил там где-то может быть 5-6 ук саватон остальное все выкачал именно в плане просто стрельбы поэтому заморачиваться ими оками саватон может и конечно там по-моему по 3 процента за одно око дается но в целом просто играете и как вы видите результат не заставит себя ждать что стоит отметить вообще по поводу этой лучевой винтовки да можно конечно в пвп подбирать сферку и когда захватывают нам зону подбежать и ударить по площади тем самым убив абсолютно всех но в целом это реализовать не так просто как кажется да тут надо и долю удачи то есть в целом что касается и пвп и пве я считаю это абсолютно такое фановое оружие может быть она в дальнейшем раскроется но пока по крайней мере у меня мнение такое что она фановая это мне все спасибо что смотрели пальцы вверх подписываемся на группу на канал всех благ пока пока пока